Отступление в последние дни мира. Отступление нового Израиля, христиан, от Спасителя к концу времен, примет обширное развитие, как предводвестил апостол. Отступление придет прежде, а потом, как последствия и плод отступления, откроется человек беззакония, сын погибели, который дерзнет называть себя обетованным Мессией, потребует себя божеского поклонения и получит его от приготовивших себя к принятию Антихриста явным и тайным отступлением от Христа. Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любым многих. Евангелие от Матфея. Это значит, греховные соблазны и примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. Сын человеческий пришед оба, обрящет ли веру на земли. Евангелие от Луки. Вещественные временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. «Якажи бысть во дни Ноевы», — говорит Евангелие, — «така будет и во дни Сына человеческа». «Ядяху, пияху, женяхуся, пасягаху, до него же дне в неде, но и в ковчех, и приеде потоп, и погуби все. Так ажде и якажи бысть во дни Лотовы. Ядяху, пияху, купаваху, продаяху, саждаху, сдаху». Евангелие от Луки. «Оно постоянно стремится высказать себя добродетельным. Привязанность к веществу и вещественному преуспеянию удобно может объять всего человека, объять его ум, его сердце, похитить у него все время и силы. По причине падения моего, прилепьте земли душа моя от юности моей, вместо того, чтобы ей пребывать в горе. Такая привязанность отвлекает человека от Слова Божия, от помышлений о смерти и вечности, отвлекает от веры в Бога и от богопознания, убивает его вечную смертью. Аще кто любит мир, объявляет это всем без исключения Святой Божий Дух. То есть земную жизнь с ее преуспеянием и наслаждением. «Несть любве Отче», то есть Божией в нем. «Любы мира сего, вражда Богу есть, и же восхощет друг быти миру, враг Божий бывает». «Не можете Богу работать и мамоне», то есть Богу и земному преуспеянию. Евангелие от Матфея. «Служение мамоне, особливо, когда этому служению принесены в жертву все силы души, есть отступление от служения Богу и верный признак неспадения в глубочайшую, неисходную пропасть греховности. Как Ветхий Израиль принес в жертву духовное достоинство, предложенное ему Искупителем, земному преимуществу и тщетным надеждам на преизобильное земное преуспеяние, так и новый Израиль. Христиане, по свидетельству Священного Писания, отвергнет духовное достоинство свое, уже дарованное Искупителем, ради земного, скоро гибнущего преуспеяния. Преуспеяние, предполагаемого лишь в льстивой мечте, и отречется от Святого Духа своим падшим лжеименным разумом. Обманула Ветхого Израиля мечта о земном преуспеянии. Обманет нового Израиля подобная мечта и подобное стремление. Постигли временные и вечные бедствия Ветхого Израиля за отвержение Искупителя. Эти бедствия – слабый образ страшных бедствий, долженствующих быть карою нового Израиля, христиан, за его преступления. Подвергнется лютой казни, временной и вечной, не избежит ее. «Что же делать нам?» – спросят здесь, «чтоб не отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу Божию». Всего ради, отвечает на этот вопрос святой апостол Павел, «подобавит нам лише внимати, слышанным, да некогда отпаднем». Послание к евреям. Это значит, мы должны проводить жизнь при особенном внимании Новому Завету, в который благоволил Бог вступить с нами, соединив нас с собою святыми таинствами, объявив нам свою всесвятую и совершенную волю в Евангелии, увенчивая верных сынов Нового Завета явным и ощутительным даром Святого Духа. Будем памятовать смерть и суд Божий, которому немедленно подвергнемся после разлучения с телом. Будем памятовать блаженную или горестную вечность, которая должна быть нашему делом соответственно изречению суда Божия. При постоянном памятовании о смерти, о суде Божием, о блаженной вечности, сердечное отношение к земной жизни изменяется. Человек начинает смотреть на себя, как на странника на земле. Залог холодности и равнодушия является в сердце к земным предметам. Все внимание его обращается к изучению и исполнению евангельских заповедей. Как путник во время темной ночи, заблудившись в густом лесу, старается добраться до своего дома по звуку колокола или трубы, так и истинный христианин вниманием к учению Христову усиливается выйти из области лжеименного разума, рождаемого и питаемого жизнью по плоти. Большинство человеков, упоенные лживым и обольстительным учением, духов отверженных, обуявшее от действия в них этого учения, презрело Слово Божие, не ведает и не хочет уведать его. Нужно крайне, нужно внимание к Слову Божию, оправдываемому самыми событиями враждебного ему времени и настроения. Да некогда отпаднем, нужно, нужно это внимание, чтоб не лишиться невозвратно спасения, еще не отъятого у человеков. Дивную милостью и дивным долготерпением Бога нашего, предоставляющего возможность спастись скудному остатку верующих в Него. Из сочинений епископа Игнатия Брянчанинова. Когда Евангелие пройдет по всем народам, обитающим на земле, и выберет из них всех, способных принять его, и вследствие того освятиться и переродиться благодатью и Святого Духа, тогда не для чего будет оставаться настоящему порядку вещей. Наступит кончина мира или последние дни, в которые определил Господь прийти снова, сотворить суд над живущими на земле, одних ввести в царство славы своей, а других придать горькой участи, ими изволенной. Таким образом, после того или вместе с тем, как род человеческий выдаст уже всех Божиих, и больше ожидать их уже будет нечего, а не Божие, сбросив с себя личину, выступят на лицо, тогда жатва будет готова. Пошлет Господь жателей, и затем конец всему. Как созрение жатвы имеет определенный свой срок, так и эти последние явления имеют свое, определенное Богом время. И добро, и зло уже засеменены, развиваются, растут, но созреет то и другое в свое время. Раньше того срока этому быть нельзя. Таким образом, как на вопрос, почему жатели не являются на небе, прямой ответ тот, что не пришло еще время, жатва не готова, так и на вопрос, почему не видно тех чаемых мировых событий, прямой ответ, еще не пришло Богом определенное для проявления их время. Сюда же относится и появление Антихриста. Некоторые из целей мироправления Богу угодно было открыть нам в Слове Своем. Применив их к нашему предмету, можем и в них увидеть удерживающее Антихриста. Мир стоит для того, чтобы, вложенная Господом в рот человеческий, сила спасения произвела свое дело. Сила спасения – это божественное слово и благодать, приемлемое верою и проводимое в жизнь самоотверженную ревностью о богоугождении. Ходит Слово Божие по земле, возбуждают усыпленных и приводят их к источникам благодати. Был, перерождены, а не становятся деятелями своего спасения во славу Господа, устроившего всем спасение. Явление этого роду повсюду – и среди неверных, и среди заблудших, и среди правоверующих, потому что из ванны не все избранны, точно так, как не все рыбы, попавшие во мрежу, годны к столу. Только рожденным свыше, иже не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога, родишеся, тона область, чадами Божиими быти. Из них-то Господь и строит Царство Своё Небесное. Они – материал, готовимый на земле для неба Божиим Словом и благодатью, приемлемыми свободным произволением. Когда эти силы выберут с земли весь годный материал, и Царство Божие зыждется вполне, тогда спасение Господне совершит Своё дело, и настоящему порядку вещей незачем уже будет оставаться. Мир стоит потому, что еще не все годные в Царство Христово вступили в Него, или не столько их еще вступило, сколько нужно. «И ины овцы имам, – сказал Господь, – я же не суть от двора сего, и ты ями подобает привести, и будет едино стадо и един пастырь». Когда это совершится, тогда и конец, тогда же и явление Антихриста. Отсюда и причина, удерживающая его явление, будет состоять в том, что сила спасения еще не совершила вполне своего дела, и ее продолжающееся действие удерживает его. Перестанет она действовать, тогда и он выступит на сцену. Древние толковники Священного Писания силою, удерживающую явление Антихриста, считали, между прочим, и Римское Царство. В их время, когда Римское Царство еще существовало, можно было на него указывать, основываясь на пророчестве Даниила. В наше время, если можно давать какой-нибудь вес подобной мысли, то разве в том отношении, если под Римским Царством будем разуметь царскую и монархическую власть вообще? Царская власть, имея в своих руках способ удерживать движения народные и, держась сама начал христианских, не попустит народу уклониться от них, будет сдерживать их. А так как Антихрист главным делом своим будет иметь отвлечение всех от Христа, то он и не явится, пока будет в силе царская власть. Она не даст ему развернуться и помешает ему действовать в его духе. Вот это и есть удерживающие. Когда же царская власть и народ всюду заведут самоуправство, республики, демократию, коммунизм, тогда Антихристу откроется простор для действования. Из коммунизма выйдет красный зверь, Антихрист. Сатане нетрудно будет подготавлять голоса в пользу отречения от Христа, как это показал опыт французской революции прошедшего и русской революции нынешнего столетия. Некому будет сказать властное «не позволяю», а смиренного заявления веры и слышать не станут. Вот когда заведутся всюду такие порядки, благоприятствующие раскрытию антихристовых стремлений, тогда явится и антихрист, до того же времени подождет, удержится. На эту мысль наводят слова святого Иоанна Златоуста, который в свое время представлял царскую власть под видом римского государства. Когда, говорит он, прекратится существование римского государства, то есть царской власти, тогда придет антихрист, а до тех пор, пока он будет бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу. После же того, как оно будет разрушено и водворится безначалие, он устремится похитить власть и божескую, и человеческую. Можно бы возразить при этом, что народ сам будет блюсти свою веру, но трудно допустить, чтобы вера с течением времени возрастала в своей силе все более и более. Приятно встречать у некоторых писателей светлые изображения христианства в будущем, но нечем оправдать их. Точно, благодатное царство Христово расширяется, растет и полнеет, но не на земле, видимо, а на небе, невидимо, и злиц, и там, и здесь, в царствах земных, приготовляемых туда спасительную силу Христовую. На земле же, самим спасителем, предречено господство зла и неверия. Оно и расширяется, видимо, и когда уже очень возобладает, тогда дело будет только за почином. Подай только кто-либо влиятельный пример или голос сильный, и отступление от веры начнется. Этот почин и сделает Антихрист. Из сочинений епископа Феофана Затворника. Святой Кирилл Иерусалимский в своем огласительном поучении об Антихристе говорит, «Мы ищем своего признака касательно пришествия Христова. Принадлежа к церкви, церковного ищем признака». Спаситель говорит, «И тогда соблазнятся мнозе, и друг друга предадят и возненавидят друг друга». Евангелие от Матфея. «Ежели услышишь, что епископы даже до кровопролития идут против епископов, причетники против причетников и миряне против мирян, то не смущайся, ибо о всем предсказано в Писании. Не на то смотри, что происходит ныне, но на то, что написано. И хотя бы я, научающий тебя погиб, ты не погибнешь вместе со мною. Можно и слушателю быть лучше учителя, и быть первым, пришедшему после». По элику принимает владыка приходящих и в одиннадцатый час. Когда в апостолах открылось предательство, то чему удивиться, если в епископах откроется брата ненавидения. Но знамение касается не только правителей церкви, но и мирян. Ибо говорит Христос, «И за умножение беззакония иссякнет любым многих». Похвалится ли кто из предстоящих тем, что он имеет к ближнему нелицемерную любовь? Не большую ли частью лапзают устами, являют веселый вид и радостный взор, а в сердце строят ковы, замышляют зло, говоря слова мира. Брата ненавидения дает уже место Антихристу, ибо дьявол наперед производит раздоры в народе, дабы, когда придет Антихрист, удобнее приняли его. Не дай Боже, чтобы кто-либо из служителей Христовых здесь или в другом каком месте находящихся присоединился к оврагу сему. Прежде были явные еретики, а ныне церковь наполнена скрытыми еретиками. Отступили люди от истины, чешем и слухом. Слово лестное для самолюбия, и все слушают с удовлетворением. Слово об обращении, и все отвращаются. Большая часть отступила от правильных понятий и удобнее избирает злое, нежели соглашается на доброе. Вот то отступление, после которого надобно ожидать врага. И уже начал он отчасти посылать своих предшественников, чтобы приготовлен был ему путь для ловли. Посему береги самого себя, человек, и укрепляй душу твою. Церковь свидетельствует ныне тебе пред Богом живым, предостерегает от Антихриста прежде, нежели он явится. Случится ли это при жизни твоей или после тебя, мы не знаем. Впрочем, хорошо будет, если ты, зная сие, предостережешься. Истинный Христос, единородный Сын Божий, не от земли уже придет. Если кто сложными видениями явится в пустыне, ты не выходи. Если скажут, сесть где Христос или он где? Евангелие от Марка. Ты не верь, вниз и на землю не смотри уже, ибо Владыка сойдет с небес не один, как прежде, но в сопровождении многих мириат ангелов. Не тайно, как дождь на руно, а открыто, а светит, как молния. Ибо сам он сказал, якоже бы молния исходит от восток и является до запад, така будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея. Впрочем, как прежде, до его вочеловечивания, когда ожидали, что Бог родится от девы, дьявол злонамеренно исказил истину сию посредством баснословного у идолопоклонников учения, что ложные боги рождают и рождаются от жен, дабы, когда принят будет, как думал он, обман, не поверили и истине, так и пред вторым пришествием истинного Христа противник, обратив пользу свое ожидание простых людей и особенно обрезанных, явит некоторого человека волхва, весьма опытного в обманчивом и злом искусстве, чародеяния и волшебства, который похитит себе власть, ложно назовет себя Христом и наименованием Христа будет обольщать иудеев, ожидающих мессии, а язычников и отступников от христианства обманывать мнимыми волхвованиями. Придет предсказанный Антихрист тогда, когда настанет всемирная анархия, борьба партий и приблизится скончание мира. Восстанут десять правителей в различных местах, но в одно и то же время царствовать будут. После них одиннадцатый восстанет Антихрист и восхитит власть посредством злого волшебного искусства. Трех из них, которые воцарятся прежде него, он низвергнет, семь остальных имея в своей власти. Сперва он будет показывать приличное человеку славному и разумному здравомыслие и человеколюбие, и обольстивший иудею, как ожидаемый Христос, знамениями и чудесами, обманчивым и льстивым волхвованием, после ознаменует себя всеми злыми делами, бесчеловечия и беззакония, так что превзойдет всех бывших до него неправедных и нечестивых человеков. Против всех и особенно против нас, христиан, будет он питать мысли убийственные, жестокие, немилосердные и в различных видах открывающиеся. В продолжении трех лет и шести месяцев он будет так поступать, а после того уничтожен будет при втором славном пришествии с небес единородного Сына Божия, Господа и Спасителя нашего, Иисуса истинного Христа, который убил антихриста духом уст своих, предаст его огню Геенскому. Из пятнадцатого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского. Признаки, по коим можно судить о близости второго пришествия Иисуса Христа. Спасителем нашим, предотвращение разных произвольных и вредных для преуспеяния духовной жизни мнений, указаны некоторые важные признаки, по коим можно гадательно судить о приближении и наступлении времени второго его пришествия. Первый признак – умножение бедствий. На вопрос своих учеников, какое будет знамение его пришествия и кончины века, он, между прочим, отвечал им следующее. «Услышайте же и мати брани, и слышание бранем о военных слухах. Зрите, не ужасайтеся, подобает бы всем быти, но не тогда есть кончина. Восстанет бы язык на язык, и царство на царство, и будут глади и пагубы, моры, и труси, землетрясения, по местам. Вся же сия начала болезням. Будет бы тогда скорбь велие, яков же не была от начала мира доселе, ниже и мать быти. И ащи небыша прекратилися дни и онны, небо убо спаслась всяка плоть. Избранных же ради прекратятся дни и онны». Евангелие от Матфея. Второй признак – проповедование Евангелия во всем мире. Проповедство Евангелия Царствия по всей вселенной во свидетельство всем языкам. Евангелие от Матфея. Антихрист придет в мир только тогда, когда проповедь евангельская пронесется по всей вселенной, когда все племена и народы озарятся светом христианского учения. Святой Иоанн Дамаскин говорит, «Иисус Христос придет для обличения противобожных иудеев по проповеданию Евангелия у всех народов». Книга 4, глава 7. Третий признак – приближение второго пришествия Иисуса Христа – уменьшение веры и любви между людьми. «За умножение беззакония иссякнет любы многих, последует мерзость запустения, реченная Даниилом Пророком, стоящая на месте святе. И Сын Человеческий пришед, оба обрящет ли веру на земли». Евангелие от Луки. Исконный враг, дьявол, посевая плевелы, лжи и обмана, предкончиную мира направит все свои силы и средства к тому, чтобы призываемых в Царство Небесное отторгнуть и подчинить своей губительной власти. Источник. Время беззаконий и конец земного мира.